Лес непонимания. В городах Украины с протестами вышли лесничие. Причина новая стратегия реформирования лесного хозяйства. Митингующие убеждены, что документ предусматривает приватизацию лесов и ликвидацию сельхозов. Но в профильном министерстве уверяют, что это вовсе не так. Что это, конфликт или недопонимание? Разбирались мои коллеги. Тут отпочивают люди, черкащане отпочивают на всех заходах, начиная от ранней Пасхи и заканчивая на 32-м. Андрей Хоманчук показывает свой подшефный участок Дахновского лесничества. Более 4 тысяч гектаров почти в пределах Черкасс. Людей всегда много. Поэтому приходится и мусор за отдыхающими убирать и следить, чтобы насаждения не ломали. Но, похоже, скоро делать это будет некому. Новая стратегия лесного хозяйства предусматривает лесничество сократить, а сави леса передать во временное частное пользование. Даня сосне – рік, а, как мы видим, за спиной сосны по 70-80 лет. И нужно будет не одно поколение, чтобы вырастить такую сосну. Приватник не будет делать той работы, которую мы делаем. Возмущенные лесники вышли на акции во многих городах Украины. Черкасские говорят, те лесхозы, которые не ликвидируют, будут подчиняться исключительно Киеву. Это будет централизация всех наших предприятий. Все подходы к местным бюджетам будут подходить к киевской казни. Многие населенные пункты области живут только за счет государственных лесхозов. Поэтому лесников поддержали и чиновники. А депутаты облсовета приняли обращение с просьбой пересмотреть стратегию. В Ужгороде опасения у лесников те же. Им грозят увольнение. Лесхозы закроют, и кто будет хозяином леса – неизвестно. Ликвидация всех лесгоспи и створение на их базе одного большого концерна. Встретается контроль над лесами района. В селе Каменеца детсад и школу отапливают дровами. Недавно привезли свежую партию. Здесь установлены 24 печки. На улице минус 3, а дети на уроках сидят в майках. Это садочки, школы. Мы же перейшли много школ, больших. Мы перевели на твердопаливные котлы. Поэтому и обеспечение дров идет из нашего государства. Лесхоз Каменеце обеспечивает работой полсотни жителей. А еще платит налоги в местную казну. Мы переймотировали все дороги, сделали вуличное освещение. Уже четвертый год нам не поступает в местный бюджет. Сегодня это 407 тысяч податков платы за лес. В Министерстве аграрной политики говорят, незаконные рубки – одна из серьезных проблем отрасли, а значит нужны реформы. Вот только ни о какой ликвидации лесничеств. Увольнение работников и сокращение их зарплаты речь не идет. Точно так же, как и приватизация лесов. Мы, как минимум, последние два года в интенсивном диалоге находимся и с лесниками, и с экспертом, и с международными организациями, которые имеют низкую техническую проекту о реформе лесовой галузи. Мы предлагаем суттево расширить повноважение лесового агентства и распосудить их юрисдикцию на все лесы. Не только на государственные, но и на коммунальные, на военные лесу и на лесо-господарскую деятельность, которая действует в заповедниках. Окончательно стратегия еще не утверждена, говорят в министерстве. И обещают обязательно прислушаться к предложениям лесников и чиновников на местах. Станислав Кухарчук, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер.